Фиксики Большой-большой секрет А кто такие фиксики? Большой-большой секрет Лом! И здесь все в порядке Ну, хоть бы что-то сломалось Уже неделю ничего серьезного Не переживай Вещи всегда и везде ломаются Почему же они в этой квартире не ломаются? Потому что мы за ними ухаживаем Нет, Мася, скучно без дела Надо отсюда переезжать Когда фиксик заканчивает учебу Он выбирает место работы Кто-то идет работать на завод Кто-то на корабль Кто-то в театр А кто-то в больницу Фиксики нужны везде Семейные фиксики, у которых есть дети Выбирают места поспокойнее Они обычно селятся в жилых домах Здесь не так шумно, как на заводе Но тоже полно дел Нужно следить за телевизорами Компьютерами Пылесосами и телефонами Утюгами и стиральными машинами И фиксики стараются вовсю Они просто обожают свою работу А если работы становится мало Фиксики переезжают в другое место Туда, где их помощь нужнее Малик, ты слышал? Я не хочу переезжать Папус, подумай о детях У них тут школа, друзья Не нужны им такие друзья Где-то слыхано, чтобы фиксики Дружились с человеческим мальчиком Все Если до вечера ничего не сломается Меняем квартиру Это как же? Дим Димыч вернется от бабушки? А нас уже нет Возьми себя в руки Я больше никогда его не увижу Нолик, есть идея Какая? Если до вечера что-нибудь сломается Переезда не будет А если не сломается? Сломается Мы поможем Синка, ты гений А как будем ломать? С помощью лома Лом Очень простой инструмент Это тяжелый железный пруд Концы которого заточены Или расплющены Лом годится, когда нужно разбить асфальт Или расколоть лед Его используют как рычаг, чтобы выкачивать пень Или сдвинуть камень А если на плоском конце лома есть выемка То им удобно выдергивать гвозди В общем, как говорится Против лома нет приема А у нас есть лом? А у нас есть помогатор А в нем есть все Класс! Противорок, механизмах Работа есть для нас Ведь техника капризна За ней глаз да глаз И в полдень мы и в полночь Всегда нас сторожат Мы экстренная помощь Которая лучше Не зевались Давай-давай Работа есть Мы сразу здесь Не зевались Давай-давай Работа есть Мы сразу здесь А можно теперь я? Держим! Ноя! Ты что делаешь? Хочу разбить лампу! Не надо! Почему? Во-первых, все должно выглядеть Как будто само сломалось Понял? А во-вторых, надо ломать так Чтобы можно было починить Тут что-то нужно починить? Или мне послышал? Папус, мы тут обнаружили Что телевизор не работает В самом деле? Да! И на клавиатуре кнопка западает Правда? Правда! И еще часы уходят Ого! Мася! А жизнь-то налаживается! Будем чинить? А как же? Мы же фиксики! В работе на шестье Работа наша страсть Нас тело закрутило И сделано пропасть И в глубине приход Как на перегонке Мелькают наши скорые звездные огоньки Раз, два, три! И мы внутри Чтобы ценить И починить Незерва Давай-давай Работа есть Мы сразу здесь Подпишись! Джонка Ух, жаркий выдался денек Как будто нарочно кто-то все сломал Оно само… само сломалось? Да В этой квартире еще полно работы Не будем переезжать Мне здесь нравится И мне И мне тут тоже нравится Доспечки 23, 24, 25 Мы идем искать Я слышал, он в коридор выбежал Ты еще на кухне, а я в гостиной Пошла Как сквозь землю провалился Может он в кабинете папы? Здесь и прятаться-то негде А в рыбе? Нолик, в этой рыбе И пол Дим Димыча не поместится Да? Тогда в горшке Ага Включился там и хихикает над нами О, Синка Ты слышала? Он там Никого? Но я же слышал, хихи Показалось Пойдем в туалете поищем Хи-хи-хи Показалось Фух Ну и духота в этих доспехах Заглинило ДИНАМИО Куда же он делся? Ой, а кто это? Дааааа Синка Я их убежал И так вы меня будете искать Доспехи – это прочная одежда, которая защищает воина от стрел и мечей Доспехи делали еще в древности, но только в средние века появились рыцари, полностью закованные в железо Рыцарские доспехи были такими тяжелыми, что если рыцар падал, то уже не мог без посторонней помощи подняться и залезть на коня Кстати, рыцарских коней тоже защищали специальными доспехами Эй, ну что застырешь? Ким Димыч, это ты? Я! Поднимите мне, забрала! Хм, а ты сам не можешь? Не могу! Видите, у меня руки застыли! Видим! Ха, прикольно! Так прикольно! А я теперь вылезти отсюда не могу! Помогите мне, пожалуйста! Эй, эй! Нам сейчас только кусачки не хватало Кусачка, почему? Вверх! Фу! Проди! А-а-а-а! Папа, найду! Не могу встать! Нолик, надо все расстегнуть! Скорее! Спасибо, что помогли! Ну чего там? Я бы сам не выбрался! А рыцаря надо собрать! Ага! Пока папа не пришел! Защитная одежда нужна не только на войне Путешественники надевают специальные сетки Для защиты от комаров и мошек И у пчеловодов есть защитная одежда Хороши бы они были, если бы не оберегались от укусов пчел Хе-хе! Защитные костюмы просто необходимы пожарным Чтобы они могли бороться с огнем и спасать людей Но больше всего защитная одежда нужна в космосе Ведь там ужасно холодно и совершенно нечем дышать Костюм космонавта называется скафандр Скафандр не только защищает космонавта Но и снабжает его воздухом для дыхания Кстати, комбинезоны фиксиков Это тоже защитный костюм Ну как? Правильно собрали? Вроде правильно Только шлема нет Ну, Олег за ним пошел Лей-лей-лей! Называй шлем! Спасибо, кусачка! Ну-ну! Ха-ха! Собский конь! Уймись! Ну вот, голова на месте Только твой рыцарь теперь на полерину похож У него рука не опускается Надо ему что-нибудь дать Это подойдет? Конечно! Так гораздо веселее! Хе-хе-хе! Рычаг Рекорд мизинцев взял! Хе-хе! Ну и рекорд! Я такую штангу одним мизинцем подниму Конечно! А ты вот тумбочку можешь поднять? Не знаю! Не пробовал! А ты попробуй! Ура! А-а-а! Не можешь! А тумбочка-то маленькая, меньше тебя А вот я! Смотри! Могу поднять! Карандаш! Который намного больше меня! Ну, кто из вас сильнее? Хм! Выходит, что ты! Фиксики очень маленькие! Но при этом они гораздо сильнее людей Да-да-а! Не верите! Хе-хе! Вот кто сильнее? Слон или муравей? Думаете, слон? Ну-да! Он ведь большой! А вы знаете, что один муравей Может поднять пятьдесят таких же муравьев, как он сам? А слон? Ну, вряд ли он и одного слона поднимет Получается, что для своего роста Муравей сильнее слона Так же и фиксики для своего роста Они потрясающие силачи Фиксик способен поднять вес в сто раз больше своего веса Или прыгнуть на высоту в пятьдесят раз выше своего роста Если бы людям такую силу То один человек мог бы свободно поднять автомобиль Катя, девочки, тебе нужно силу подкачать А как? Начни поднимать гантели или штангу Хочешь, я тебе свою дам? Нет, спасибо Я лучше возьму папины гантели Они в его кабинете Вон одна! А где же вторая? Ага, нашел! Сейчас я ее достану Давай, давай! Я тебе помогаю! Застряла! Ладно! Отойди-ка! Дай я! А вы что там приклеилось? Эй! Вы чего расшумелись? Привет, Симка! Мы тут гантель достать не можем Вы не достанете Ее же диваном придавила! Вот оно в чем дело! А я думаю, неужели я так ослаб? Ну что ж, значит, надо поднять диван! Не получится! Он слишком тяжелый! Получится! Дим Димыч, неси свою хоккейную клюшку Как это ты клюшкой целый диван поднимешь? Сейчас увидишь! Вот! Принес! А зачем она? Мы из нее сделаем рычаг! Рычаг? Ну да! Рычаг похож на обыкновенные качели Доска на опоре Только у качелей два конца доски равны А у рычага одно плечо длиннее другого В этом весь секрет С помощью рычага можно поднять любой груз Нужно только подвести под груз короткое плечо рычага А на длинное нажать И чем длиннее это плечо, тем большую тяжесть удастся поднять Рычаг увеличивает силу человека Главное найти точку опоры А на эту гантель опереться можно? Молодец! Правильно соображаешь! Ну что, готов? Готов! Жми, Дим Димыч! Ура! Получилось! Идыш! Дима ли какой я сильный? Я и папины гантели легко подниму Вот, смотрите Хе-хе-хе Я же тебе говорил Начни тренироваться с моей штанги Но ведь я целый диван поднял Это не ты поднял, а рычаг Слыхал, как говорят? Знание и сила? Слыхал Хотя и сила тебе тоже не помешает Так что бери свой рычаг и ай-да в хоккей играть! Хоккеисты, знаешь какие сильные? Магнит Так, похоже нужен помогатор Хм, откуда тут винтик? Винтик Поехали! Кzagуется ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кап Bourк Тихон Папуса нет Ну все Наверное он пропал навсегда Его нет уже пять дней Не расстраивайся Мы обязательно его найдем Конечно найдем Давайте еще на кухне поищем Мы же там уже искали Мы получше поищем А давай еще туда заглянем Да сто раз уже смотрели Симха, Нолин Что это вы все ищете? Ничто, а кого? Мы папуса уже целую неделю найти не можем Ого Он уже наверное в винтик превратился От недостатка энергии Может я как-то смогу помочь? Сможешь Давай ты нас будешь носить А то мы уже бегать устали Фиксик может прикинуться винтиком В случае опасности Но иногда он превращается в винтик Не по своей воле Это происходит, если фиксику не хватает Жизненной энергии Тогда он слабеет Становится вялым А потом вообще впадает в спячку Превращаясь в винтик Такая беда случается Если фиксик вовремя не подзарядился энергией От работающей машины или прибора А заряжаться фиксиком надо регулярно Фиксику, который ослабел и стал винтиком Может повезти Если какой-то человек случайно найдет Его и вкрутит в прибор То фиксик может подзарядиться и снова ожить Тогда он вывернется и убежит А человек будет удивляться Куда это делся винтик? Я же его сам вкручу Ну что, где будем искать? Ты что искать собрался, Дим Димыч? Да я... И что это у тебя в кулаке? Это просто мои винтики Ааа Я тут как-то нашел один винтик Не твой? Наверное, мой А где он? Возьми и больше не разбрасывай Ну что, мне отвернулся, чтобы ваш папус обратно превратился? Он же тут неделю пролежал У него энергии нет обратно превратиться И что делать? Надо вкрутить его в какой-нибудь прибор Чтобы он взлетился Хорошо А который из них папус? Тут все винтики на папусы похожи Нам нужен магнит Зачем? Он же просто притянет все винтики Во-первых, не все Не все металлы притягиваются к магниту В этом легко убедиться на опыте Возьми магнит У тебя в доме на холодильнике он наверняка есть И попробуй поднести его к разным металлическим предметам К ложкам, гвоздикам, монеткам Ты заметишь Есть металлы, которые притягиваются магнитом очень хорошо Некоторые притягиваются слабее А есть и такие, которые с магнитом не дружат вообще Ясно А во-вторых А во-вторых Мы, фельдшики, когда превращаемся в винтики Тоже к магниту не притягиваемся Сейчас проверим Фу, нашел Сейчас мы его вкрутим А интересно, где-то тут еще пиццы Тебе что, нас мало? Все равно проверю Пусто Ой, и тут пусто Надо же, уже зарядился и вывернулся Хоть бы отдохнул, Чето После таких приключений Спасибо, он отдыхал И потом я уже целую неделю Собираюсь это починить Фу, Дим Димыч Как у тебя дверь противно скрипит Да она вообще плохо открывается Это потому, что дверные петли друг от друга трутся И что делать? Надо уменьшить трение Как? Смазать петли Давай смажу, пока помогатор при мне Давай Можно я помогу? Можно Подержишь помогатор Трение Это сила, которая мешает одному предмету скользить по поверхности другого Трущиеся друг от друга предметы быстро изнашиваются Чтобы уменьшить трение, на поверхность деталей наносят машинное масло Или другую смазку Смазка помогает крутиться шестеренкам часов и колесам автомобилей Даже лыжи смазывают, чтобы к ним не прилипал снег И они лучше скользили Давай, давай, Дим Димыч Порядок Проверяй работу Не скрипит Кто-то Спасибо Я пошел Куда? С горки кататься Возьми меня с собой Не, Нолик У тебя же нет ни замок Не даже ледянки Симка А может мне ледянку смазать? Зачем? Она и так отлично по снегу скользит А, ну ладно Подожди меня, Нолик Я тебе приготовлю сюрприз Ух ты Скользко, как на льду Класс Никакого трения Кто-нибудь Помогите Нолик Что случилось? Погоди Я сейчас А-а-а Ой, ай Папу Папусик Помоги Кто меня звал? Я иду на помощь Что тут у вас за шум? Дедуш Не ходи сюда Тут скользко А? Что вы говорите? Осторожно Ой Что это было? Это я масло разлил Зачем? Чтобы уменьшить трение Приплыли Не двигайтесь Я вас сейчас оттуда вытащу И чем тебе трение мешало? Через пять минут Чтобы все было чисто Инженеры все время борются с трением Пытаются его уменьшить Чтобы их машины ездили быстрее А детали меньше изнашиваются Но представьте себе Что будет Если сила трения Исчезнет вообще Все начнет выскальзывать из рук И падать со стола Узлы будут развязываться Сами собой Да что узлы? Машины не смогут ездить без трения Колеса будут просто прокручиваться на месте Не сцепляясь с дорогой Даже ходить мы с вами не сможем Потому что при ходьбе Мы отталкиваемся ногами от земли А как отталкиваться без трения? Никак! Вот доказывается Какая полезная штука Это сила трения Кажется очистили Ваше еще пахнет Нолик, я совсем забыла Я же тебе приготовила сюрприз Вот! Что это? Я для тебя ледянку сделала Ой, спасибо! Только зачем мне ледянка без снега? Нолик, смотри, что я тебе принес Что? Снег! Настоящий снег? Да! Теперь у тебя будет своя горка Вот это да! Вот это сюрприз! И никакой смазки не надо! Их! Их! Тренажер Нолик? Нет, нет, нет И ты меня не видел Почему? А скоро соревнования по бегу Мальчики против девочек Команда на команду И что? А то, что я самый маленький в команде И всех подведу Я тут тихонечко посижу Они меня не найдут Нельзя сдаваться! Можно же научиться бегать быстрее Ты умаешь? Конечно! Тебе нужен тренажер Нужна беговая дорожка Класс! А где мы ее возьмем? Сделаем! Тренажеры придумали Чтобы можно было заниматься спортом Не выходя из дома Например, беговая дорожка Позволяет долго-долго бежать или идти Оставаясь на месте Главная ее часть Закольцованная лента Которую вращает электромотор Умная беговая дорожка Умеет еще Менять скорость Измерять расстояние Которое вы пробежали И даже следить за состоянием Вашего здоровья Готово! Криш! Начинаем тренировку! Как я научусь быстро бегать Если ты медленно крутишь? Ай-ой-ой! Эй, не так быстро! Все, все, я понял как надо Пошло дело Дим Димыч, может я уже тренировался? Нет, надо еще Оф! Фу! Больше не могу Отдыхаем Нет уж! Крути давай! Спортивные тренажеры бывают самыми разными На таком ходят, как на лыжах Он и руки, и ноги тренирует А на таком можно грести, как на лодке На велосипедном тренажере Крути себе педали в любую погоду И в дождь, и в снег А еще есть силовые тренажеры Они помогают накачивать сильные мышцы И делают фигуру стройной Впрочем, для занятий спортом Подойдут не только громоздкие тренажеры Но и самые простые предметы Для которых найдется место в каждом доме Турник, чтобы подтягиваться Лесенка или канат, чтобы лазать Ну и, конечно, скакалки, гантели, обручи, мечи Главное не лениться Ну, девчонки, держитесь Ой, как страшно Посмотрим, кто кого Да, Шпуля? Я постараюсь Шпуля Нолика точно обгонит Нам бы поднажать Начинаем эстафету Команды готовы? Да, готовы На старт Внимание Марш! Игрек, шпуля Нолик, 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 Игрик, что ты Синки уступил? Ну, просто у Синки скорость бега выше. Эх, теперь девчонки выиграют. Нолик шпулю никогда не догонит. Вот, по-моему, догонит. Ого! Жми, Нолик! Нолик, давай! Давай, выиграй! Ура! Мы побеждаем! Не зря он в тренажере тренировался. Ой! Ой, пуля в бутылке! Нолик, ты куда? Финиш там! Эх! Ой! Ой! Спасибо, Нолик! Ты мой герой! Нолик! 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 Ура! Ура! И кто выиграл? Мы! Ничья! Дим Димыч, так нечестно! Почему честно? И благородно. Ладно, но в следующий раз Нолик еще вам покажет. Всех прошу на пьедестал почета! Ну вот, все первые места заняты. Для тебя найдем! Бетон! Так когда вы вернетесь с рыбалки? Вечером! Значит, зеркало сегодня опять не повесите. Все с вами ясно. Мы как раз собирались этим заняться. Тут дел на две минуты, а потом на рыбалку. Папус! Чего тебе, Нолик? А мы с тобой когда пойдем на рыбалку? Но фиксики не ловят рыбу. Ты же мне сам обещал, что сегодня пойдем в аквариум. Я планировал его просто почистить. Заодно и порыбачим. Понарушку! Папус! Ну, пожалуйста! Ну, хорошо. Только понарушку. Ура! Ты лучший, папус, на свете! Нет, так не получится. Почему? Наши стены из бетона. Их гвоздем не пробьешь. Видел? Тут надо сверлить. И желательно специальным сверлом. Бетон – это очень прочный строительный материал. Его делают из маленьких камней, песка, цемента и воды. Когда эта масса застывает, она становится очень твердой, как камень. А для строительства домов, мостов и других крупных сооружений используют железобетон. Это когда такой же раствор заливают в форму с железными прутьями. Только сверлить такую бетонную стену надо осторожно, чтобы не попасть прямо в металл. Папус! Люди! Маловат. Зеркало не удержит. А других нет. Придется идти в магазин. Ну вот. Так мы на рыбалку не успеем. Знаешь, до завтра и этот выдержит. Красота! Ну, пошли. Папус, а удочки у нас есть? Не знаю. Что-нибудь найдем. Не нравится мне все-таки это зеркало. Вот что бывает, когда люди торопятся. Мы, Фиксики, никогда так не делаем. Папус, рыбалка. Сначала разберемся с зеркалом. В древнем Риме бетон помогали делать вулканы. Они измергались, а люди смешивали их пепел с камнями, из листью и песком. В те времена было создано много знаменитых сооружений. Вот храм Пантеон с бетонным куполом, а это знаменитый колесей. В нем тоже есть бетон. Колизею уже около двух тысяч лет, а он стоит до сих пор. Потом эти земли завоевали другие народы. Люди забыли про бетон и разучились его делать. Хорошо, что 200 лет назад спохватились и бетон придумали заново. Верно говорят, новое это хорошо забытые споры. Папус, давай быстрее. Поспешишь, людей насмешишь. Проволока закончилась. Как не вовремя. Надо лететь на склад. На склад? Значит, сегодня все отменяется. Ну-ну, раз обещал, значит, пойдем. До вечера продержится. Вот они. Сейчас бы ушли без удочек. Спокойно. Мы-то его хорошо закрепили. Помнишь, что я говорил? Поспеши. Да. Да, не показалось. Все-таки придется идти в магазин. За шурупами? Теперь за новым зеркалом. Похоже, наша рыбалка отменяется. И наша тоже. Какая же тут рыбалка? Присоска. Профессор Чудаков не приходил? Нет. Странно. Обещал вместе с нами проводить испытания. Тут какая-то записка. Под стеклом. Хм. Друзья. Значит, записка нам. Везде там мы, друзья профессора Чудакова. Я уехал на конференцию. Вот оно что. Пока меня нет, проследите, как идут испытания. Проверьте часы. Какие часы? Это там. Вот. А почему часы в воде? Может, они для рыбок? Нолик, не говори глупости. Это испытание. Видишь? Водер резистент. Тут написано. Часы водонепроницаемые. Вижу. Вот профессоры проверяют, как они работают в воде. А-а-а. Понял. Часы идут. А еще кнопку звонка. Кнопку? А она там. Это для чего? Это испытание кнопки на износ. Чтобы проверить надежность машин, приборов и других вещей, их подвергают испытаниям. Например, телефоны испытывают жарой и холодом, потому что им предстоит работать и в Африке, и в Арктике. А компьютеры должны выдерживать вибрацию и тряску. Тогда ими можно будет пользоваться не только дома, но и на улице, и в транспорте. Многие вещи испытывают на прочность и устойчивость к износу. Например, спортивную обувь и шины автомобилей долго трут и мнут, чтобы проверить, насколько они долговечны. Испытания необходимы. Без них машина или прибор может подвести в самый неподходящий момент. Если раз в неделю будут ходить гости, и еще мальчишка-хулиган раз в месяц будет звонить и убегать, тогда такой кнопки хватит примерно на 400 лет. Ого! Кнопка пока работает! Хорошо. И еще... Что еще? Не знаю. Там еще что-то на обратной стороне. Надо... О! Поднять стекло! Ха! Опа! Не берется. Тут нужна присоска. Присоска? Присоски делают из резины или другого упругого материала. Прижимая присоску к гладкой поверхности, мы выдавливаем из-под нее воздух. А когда мы отпускаем присоску, и она возвращает свою форму, воздух стремится вернуться обратно. Он давит на присоску снаружи, но попасть внутрь не может. Резина его не пускает. Так присоска прилипает к поверхности под действием воздуха. Погодите! Я только что видел большую резиновую присоску! Ничего себе присоска! Студы-студы-студы-студы! Молодец, Нулик! Только надо спешить, а то воздух вернется под присоску, и она отлипнет! Моя присоска не отлипнет! Так, что тут написано? Читай быстрее И еще Следите за тем, чтобы ничего не разбилось А что тут может разбиться? А, осторожно! Да, да, не уследили И кто теперь все это будет убирать? Хм, как кто? Нолик! Это же его присоска Нет, Симка Она медленно читала Это я виноват Ведь идея с присоской была моя Мне и убирать Ну что ты, дедус Мы сами, сами все уберем Хм, а с присоской идея была отличная Катапульта Что это было? Странно Дим Димыча нет Не могли же его солдатики Сами выстрелить? Хорошо, бабахнуло Но недалеко Ты не высоко Ну точно В общем, плохо Хорошо, но плохо Ясно И что делать? Надо ее задрать повыше Эй, Фаер, Нолик Вы чего по своим стреляете? Свои? Сейчас на уроках должны сидеть Я-то на уроках и иду А вот ты, Фаер, почему не там? Да там скукотища А здесь Смотри, какую мы стрелялку нашли Эх ты, двоечник Даже название не знаешь Это катапульта Катапульта? Катапульта? Ха-ха Не катапульта А катапульта Катапульты Это старинные метательные машины Они стреляли камнями Тяжелыми стрелами Или бочонками с горящей смолой Главная часть катапульты Специальный канат Который сильно-сильно закручивают Как пружину Канат вставляли большую ложку Если такую ложку оттянуть Положить в нее камень А потом отпустить Происходит выстрел Ух! И камень летит далеко-далеко Ага Вот мы сейчас и Ух! Недолет Какой недолет? Куда вы метите? Увидишь? Вот только ложку посильнее Оттянем Уже стекло разобьете Нолик Навались Есть! Пристрелялись! Теперь можно и в космос лететь Какой космос? Как лететь? Кто лететь? Я лететь! Через форточку Жить! Прямо на Луну! Первый в мире фиксонавт Нолик Готов ли ты к полету в космос? Готов! Нолик Вылезай оттуда! Я буду первым фиксиком на Луне! Нолик Прекрати! Что за шутки? Какие шутки? Он в космос летит! А почему не ты? Он легче! Стойте! Люди прежде чем самим в космос лететь Собак запускали Нет! Кусачка сюда не влезет! Симка Уйди лучше! Не мешай! Ладно! Уйду! Но только если Нолик полетит в шлеме! Хм! Это правильно! Шлем сейчас найдем! Метательную машину Катапульту Изобрели еще в древности Но используют и сейчас Только с ее помощью Запускают не камни А самолеты Например, на корабле авианосца Где самолету мало места Чтобы разбежаться Его разгоняют катапультой А еще катапульта спасает жизнь летчиков Когда самолет попадает в аварию В кабине срабатывает катапульта Летчик вылетает в небо И приземляется с парашютом Обычная рогатка Это тоже катапульта Только очень маленькая Будьте осторожны с этой игрушкой Она опасна и для других, и для вас Мы, фиксики За использование катапульты Только в мирных целях Папа, скорей! Давно ли-ка на Луну запускают! Что? Если я лунных фиксиков встретил Что им передать? Привет! И пусть тебя обратно запустят Ну? Поехали! Поехали! Запускай! Стой! Куда? Фимка! Нолик! И внизу! Фух! Все целы! Ура! Он улетел! Кто улетел? А где папин? Не дает Но мы не виноваты Вы просто тяжелее Нолика Поэтому и попали в горшок Папус, а может еще раз попробуем? Что? Крепеж И разумеется, все детали прибора должны быть хорошо закреплены Стойте у вас, коллега Сегодня Лизонька из отпуска возвращается Вот, решил к ее приезду прибраться в лабораторию Похвальное желание На чем я остановился? Что все детали должны быть закреплены Точно А какие виды крепежа вы знаете? Фаер? Ээээ, винтик? А еще? Еще винтик? Хе-хе-хе, того два винтика Все с тобой ясно Симка? Чтобы скрепить деревянные или пластмассовые детали Используют гвозди Их забивают молотком В металле или камне просверливают дырки И скручивают шурупы А чтобы шуруп лучше держался Его можно вставить в крепление Которое называется дюбель Винт отличается от шурупа тем Что у него не такой острый кончик Винт закручивают в отверстие В котором уже есть лезьба Или в гайку А если у вас нет ни гвоздей, ни шурупов? Тогда фиксик сам должен превратиться в винтик И вкрутиться Вот так! Отлично! Фаер! Повторишь? Легко! Легко! Лалик! А можно? Я не буду Что значит не буду? Эх! Щас-щас! Не стой ноги! Нет-нет! Все-таки стой! Смелее! Ты же это делал тысячу раз! Ага! Делал! Надо же было сначала прибор обесточить Надо было Сейчас такого не будет У меня все под контролем Давай Все равно боюсь Попробуем еще раз И кто только этот винт придумал Одной из легенд Винт еще в древности изобрел Великий Архимед Используя винтовой механизм Он построил машину для подъема воды Из канала В древнем Риме Деревянные винты применяли В прессах для отжима оливкового масла Винты можно было встретить В домкратах и стерлах Для крепежа Их начали использовать только в 15 веке Но они так быстро стали популярны Что в наши дни почти в любом приборе Можно найти винт А если какой-нибудь винтик окрутится На помощь приходим мы Фиксики Мы же превращаемся в винтики Не только когда прячемся от людей Но и когда это нужно для дела Мурик Давай вместе Не бойся Не бойся Мы с тобой Бежим Лолик Смотри на меня Я правда уже легко не закручивался Но все равно не боюсь Видел? Все просто Деду А сейчас застрял И все из-за меня Спокойней День Евгеньевич Помогите деду выкрутить Секундочку Заржавел немного Наверное от возраста Попробуем капнуть масло День Евгеньевич Вы как? У меня все в порядке День Евгеньевич Надо закрепить Нет Лолик Помогает И с тебя не справится Не-не-не-не Я боюсь Лолик Спасай Что у вас происходит? Ничего страшного, коллега Так слегка завалило А меня кто-нибудь выкрутит? Я Не могу А мы Стеллаж держим И Нолик Я закрутился У меня получилось От молодец Ты справился И кто нам теперь поможет? Лизонька скоро приедет Ладно Ждем Лизоньку Да Если только Самолет не задержится Клик Нолик Разделяемся Правда мы крутая команда? Нет Как? Мы мега супер попер крутая команда Давай все-все делать месяц И никогда не ссориться Давай Дети У любимой кружки профессора Чудакова Откололась ручка И наш долг Приклеить ее обратно Раз уж вы вместе опоздали Летите тем же составом на склад Заклеим Легко Легко Я не могу Там вообще Что-нибудь осталось? Ой Ну-ка Прыгни на тюбик Ага Есть Хватит Отличная команда Сработала Она отлично Ой Чего это? Приклеились? Тяни Нолик Ай Ай Какой сильный Клей С помощью клея Можно соединить почти все Бумагу Пластмассу Стекло Резину Дерево Даже металл Все потому Что поверхность Даже самого обычного Бумажного листа Неровная На ней много ям и каналов Если у двух листов Эти ямки заполнить клеем И крепко прижать То молекулы клея И молекулы бумаги Начнут соединяться Друг с другом Останется только подождать Когда клей застынет И что делать? Давай так и полетим Ха-ха Точно Лот будет умора Поберегись Готово Молодцы Садитесь Руки-то опустите Мы не можем Они склеились Идите-ка сюда Не надо нас расцеплять Так наша дружба Будет еще крепче Разве она в этом измеряется? Хе И-ра Раз Два Три 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 Мне надо туда А мне туда Это все ты виноват Я? А кто мне сказал Прыгай? Знаешь За меня хватит Ты мне больше не друг И ты мне тоже Клей Клей И жидкости могут держаться на любой поверхности Паук смазывает клеем паутину Стриж скрепляет слюной гнездо А гусеница с ее помощью вьет себе кокон Смола сосны или березы – клей Липкий яичный белок тоже используют как основу для клея Хотя сейчас чаще всего его делают на заводе Главное, нужно всегда соблюдать технику безопасности Чтобы не закружилась голова, проветривайте помещение И старайтесь сами не прилипнуть Иначе отдирать придется с большим трудом Молик, держись! Фаер, ты меня спас! Ну как мы расклеились? Может, клей плохой? Нет, мы так долго вас расцепляли Что он просто утратил свои свойства А наша дружба тоже потеряла свои свойства Знаешь, Нолик, а я понял Нашей дружбе клей не нужен Мир! Мир! Ух ты! Ой-ой-ой! Ну-ка, прыгни на тюбик Кто, клей нет, что ли? Клей, выходи! Эй-ой-ой! Субтитрыelel �орней Субтитры создавал DimaTorzok